Выше только неба! Эти слова нашего земляка Бала Бердина, первым из советских альпинистов, вступившего на вершину Увереста, стали названием книги Валентины Буняевой. Журналист, писатель и альпинист, для которой горы – сама жизнь. Она мечтала написать и издать книгу по истории алтайского альпинизма долгие годы. Удалось это лишь в конце 2015-го. Ее труд стал одним из девяти победителей краевого конкурса и был издан на средства краевого бюджета. Впервые здесь рассказано о людях, которые ходят в горы, потому что, собственно, о горах, маршрутах, о вершинах написано много и издано. А о тех, кто ходит в горы и делает их доступными для других, вот это было впервые. Небо – это первый, по сути, учебник по истории алтайского альпинизма. Другие победители сборник военной прозы «Наша» взяла детская солнечная азбука Ирины Цхай, рукопись Кателенца и другие. По сути, сливки алтайской литературы прошлого года. Всего же на выставке, открывшей фестиваль, представлено больше 900 книг, изданных в течение 2015-го. Кстати, в кризисный год на Алтае издано немного меньше книг, чем обычно, но, отмечают организаторы, качество заметно выросло. Есть и художественная литература, и научные сборники. При этом организаторы призывают авторов, кто еще не представил свои работы, поторопиться. Не только к моменту открытия фестиваля, но и в течение фестиваля люди приходят, смотрят на полки, видят, что их книг нет, приносят. Как Татьяна Ивановна сказала, что порядка 200 экземпляров всегда поступают только в ходе фестиваля. Но не это ли та цель, которую мы преследуем в том числе? Привлечь людей в интерес к книге и авторов заинтересовать в том, чтобы их книга была в ходе краевого научного развития. Сделать это, кстати, может каждый, просто обратившись в библиотеку имени Шишкова. Все представленные работы становятся участниками конкурса «Лучшая книга Алтая». В юрии, куда входят краеведы, писатели, выберут лучшие. Награждение победителя намечено на 31 марта. Всего же в рамках фестиваля запланировано более 30 мероприятий, презентаций и творческих встреч с писателями.